Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Дикмил и сами я, Артур Идиатулин. Во вторник администрации США поступили интересные новости о том, как они собираются дальше придерживаться тарифной стратегии и реагировать на негативные последствия, на все вытекающие обстоятельства из торговой напряженности. Так вот, вчера администрация сообщила, что будут использовать антикризисные меры времен Великой Депрессии, когда государство напрямую помогало денежными компенсациями особо пострадавшим секторам экономики. Речь идет о сельском хозяйстве, которое столкнулось с резким падением спроса на их продукцию, в частности, внешнего спроса, так как он стал следствием эскалации торгового конфликта США с Китаем и ЕС. Программа спасения политически чувствительных секторов, в частности, фермера, говорит о том, что Трамп пока далек от того, чтобы откатывать тарифы или снимать угрозы введения новых пошлин с повестки дня. Однако ответные тарифы Китая и ЕС были нацелены на снижение закупок соевых бобов, основной статьи фермерского экспорта, что перевело к перенасыщению внутреннего рынка и падению цен на этой продукции. В 2017 году США экспортировали товары сельского хозяйства на сумму 138 миллиардов долларов, из них почти 22 миллиарда долларов пришлось на соевые бобы, причем половина экспорта пришлась на Китай. Поэтому в результате торговой войны с Китаем, в результате этой напряженности, особенно сильно пострадал сектор, занимающийся выращиванием соевых бобов в США. Сумма компенсации, которую намерен потратить Белый дом на восстановление, на защиту этого сектора, составит 12 миллиардов долларов и позволит фермерам выплатить, рассчитаться по краткосрочным обязательствам и закупить необходимую технику. Но эта мера в любом случае нацелена на решение насущных проблем в секторе, в то время как снижение градуса недовольства снова позволит Трампу возобновить расшатывание основы взаимной торговли с Китаем. Что он, в принципе, и не применил сделать во вторник в интервью в каналу CNBC. Он сообщил, что готов идти на 500, то есть обложить с налогом 500 миллиардов китайского экспорта в США, таким образом посылая сигнал Китаю и готовность максимальной эскалации конфликта и пытаясь прощупать почву, реакцию китайских властей. Но они пока что выдерживаются от комментариев и никак не реагируют на такие удочки, на такие нападки Трампа. Сегодня Трамп встречается с президентом Еврокомиссии Шанглоном Юнкером, чтобы обсудить торговые вопросы. Однако твит Трампа резко покончил со слухами о потенциальных договоренностях между США и ЕС, по крайней мере, на данный момент. В этом твите Трамп выразил такую мысль, что США готовы пойти навстречу ЕС в упразднении пошлин США, однако ЕС пока не готова к такой свободной торговле. Представитель Еврокомиссии заявил, что у Юнкера нет каких-то четких планов, нет, что предложить США. А торговый советник Ларри Кудлоу в свою очередь заявил, что он ожидал, что Юнкер прибудет в США с какими-то конкретными, значительными торговыми предложениями. К рискам понижения пары доллар-иена, которые мы активно исследуем с начала этой недели, сейчас добавляется эскалация торговых войн, в частности, реакция Китая, которая уже долго не поступала. А также неожиданный исход встречи с Трампа с представителем ЕС, то есть с Юнкером, после которого он может завернуть даже гайки покрепче в торговле с ЕС. Предложение Банка Японии выкупить с рынка неограниченное количество облигаций по фиксированной доходности с доходностью погашения 0,01% убеждает в том, что регулятор пока не готов отказываться от сдерживания стоимости обслуживания долгов правительства на нулевом уровне. Доходность, скачок доходности на слухах о том, что Банк Японии скоро также будет заворачивать гайки монетарной политики. Доходность эта подскочила до 0,08%. По 10-летним государственным облигациям Банк резко отреагировал на происходящее тем, что сказал, что я буду поддерживать спрос на высоком, на неограниченном уровне, поэтому не ожидайте, что доходность как-то может дальше попасть вверх. Что касается пары доллар и иена, мы видим, что несколько раз происходил тест уровня 111 и сейчас пока иена у нас движется в боковике до выхода важных новостей, в частности статистики по США и каким-то новостям, связанных с развитием торговых войн, то есть увеличением неприятия к риску. И пока это движение в боковике, оно дает нам некоторый диапазон, пройдя который, возможно, медвежье движение продолжится. Этот уровень, нижняя граница этого уровня, это отметка 111, поэтому при приближении к этой отметке мы все-таки ожидаем, что дальше цена будет снижаться и снизиться в сторону следующего уровня поддержки 110-500. В целом на валютном рынке сегодня царь и штиль, однако пара австралийский и доллар США у нас резко снизилась. Снизилась она после выхода данных по инфляции, которые не оправдали ожидания за второй квартал. Ключевой показатель составил 2,1% против прогноза 2,2%. Недостаточные темпы инфляции выносит РБА придерживаться мягкой политики и дольше, чем предполагалось, что было учтено рынком именно в этом движении сегодня. Завтра ЕЦБ у нас объявит изменения, точнее, скорее всего, объявит отсутствие изменений в ключевых денежно-кредитных параметрах. Это ставки на депозиты и межбанковскую ставку. Но это, в принципе, логично, потому что ЕЦБ у нас объявил о каких-либо возможных изменениях, стоит говорить только... Ну, в процентной ставке, стоит говорить только лишь в 2019 году. Сейчас ЕЦБ у нас озабочен положением дел в корпоративной среде, где настроения значительно подпортили тарифные войны, снижение лидирующих индикаторов от ИФО, это бизнес, предпринимательский климат, текущая оценка ситуации, будущее ожидания. Если посмотреть, они все с начала этого года, начиная с февраля, примерно с января, они пошли резко на снижение. И это говорит о том, что участники рынка начали действительно всерьез воспринимать возможные последствия, связанные с тарифными войнами, связанные с тарифами, о том, как эскалация конфликта между США и Китаем и повлияет на спрос на европейские товары. И сегодня как раз-таки эти данные у нас выходят, и, возможно, они перед заседанием ЕЦБ, на них, реакция евро на них будет не совсем такой равнодушной. Однако, в целом, заседание в четверг вряд ли принесет какую-то ясность, сказательно, плана офицера по повышению ставки в следующем году. Пока что ожидания сформированы на сентябрь-ноябрь 2019 года. Это, по словам Драги, еще с прошлого заседания. В условиях низкой активности в производственном секторе, невысоком потребительском доверии, вот активность в производственном секторе у нас резко снизилась, начиная с конца прошлого года. То же самое можно говорить и о потребительском оптимизме, который у нас вообще вышел в отрицательную зону, что говорит о том, что потребители не намерены тратить. И, соответственно, корпоративная среда не может увеличивать инвестиционную активность, ориентируясь на внутренний спрос. Дестабилизация внешней торговли также играет большую роль в формировании планов ЕЦБ. И, конечно же, стоит ожидать, что ЕЦБ завтра вряд ли возьмет тон выше нейтрального. Поэтому без особых перспектив завтра для евро. Базовая инфляция по еврозоне у нас не превысила 1% в июне. В среднем она составляла 1,1% в этом году. Пока что у нас фокус остается на паре доллар-иена. Продолжаем также рассматривать эту пару для продаж перед заседанием Банка Японии. И держим короткие продажи по данной паре. До уровня 110-500, может быть, 110. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в пятницу. Встретимся с вами в пятницу. Спасибо. Продолжение следует...